Как и большинство фермеров в районе Кирехи на востоке Руанды, Эпифани Мокамурензи встает с восходом солнца. Вместе с мужем Боско она каждое утро занимается доением. Буквально несколько лет назад это было невообразимо. Эпифани была привязана к домашнему хозяйству, а пополнением семейного бюджета занимался исключительно Боско. Но пять лет назад они прошли учебный курс по животноводству, и жизнь начала меняться. Учебный курс, который прошла Эпифани с супругом, организован в рамках государственного проекта, КВАМП, направленного на повышение доходов фермеров и обеспечение их продовольственной безопасности. При поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития и Хайфер Интернешнл семьи получают в свое распоряжение животных и обучаются уходу за ними. Но это не все. Получающие животных также проходят курс по вопросам гендерного равенства. Эти курсы прошли около шести тысяч семей. Для них принципиально важно уяснить взаимосвязь между гендерным равенством в семье и бедностью. Все это – часть общенациональных усилий руандийского правительства по продвижению гендерного равенства. Эта страна в Восточной Африке первая в мире, где женщины имеют большинство в парламенте. А новые законы наделяют женщин правами на землю, наследование, трудоустройство и образование. Чтобы расширить экономические возможности женщин в рамках проекта КВАМП, тестируется нечто совсем новое. Это так называемая система гендерного обучения, или ГАЛС в английской аббревиатуре. Рэймон работает с семейными парами и помогает им составить для себя жизненный план с помощью консультаций, рисунков и наглядных пособий. Совместными усилиями они вырабатывают общую стратегию и ставят для себя измеримые цели на перспективу. Акцент, который делается в Руанде на гендерном равенстве, открывает для многих женщин любые возможности. По данным недавнего исследования, к 2025 году мировой ВВП может вырасти на целых 28 триллионов долларов, если в экономическом росте будет участвовать больше таких женщин, как Лидивин и Эпифани. И, похоже, Руанда уже на пути к достижению этой цели. Репортаж подготовил Окви Ока для Организации Объединенных Наций.